Добрый день дорогие друзья, меня зовут Андрей Веселов и сегодня вы узнаете о корпоративной культуре и как перейти от ручного управления к системе. Сначала мы поговорим кому, когда, зачем нужно заниматься корпоративной культурой. Я расскажу про 5 уровней корпоративной культуры, вы сможете определить на каком уровне вы и ваша компания. Расскажу несколько культурных кейсов из жизни наших клиентов и вы узнаете про два главных ключа воздействия на корпоративную культуру. Расскажу про то, как можно сделать бизнес апгрейд и трансформацию вашего бизнеса для того, чтобы достигать более существенных результатов. Ну и конечно для тех из вас, кто досмотрит это видео до конца, вас ждут подарки и дополнительная информация. Итак, друзья мои, напишите пожалуйста в чат или подумайте и напишите, зачем вам эта тема корпоративная культура, в чем практическая польза, как вы думаете, в чем может заключаться практическая польза от изучения вопроса корпоративной культуры для вас и вашей компании. Пока вы думаете и пишете, я расскажу свою версию, как я дошел до жизни такой, что начал рассказывать про корпоративную культуру. Потому что буквально пару недель назад, когда я сделал анонс вебинара про корпоративную культуру, те люди, которые меня давно знают, они удивились. И мне мои давние знакомые пишут, Андрей, с тобой все в порядке? Чего тебе ты в корпоративную культуру полез? Потому что они знают мое отношение к корпоративной культуре. Я вообще всю жизнь считал, что корпоративная культура это для крупных компаний, которым вот уже заняться нечего и они ищут резервы для повышения эффективности даже в таких вещах, как внутренний пиар и развивают корпоративную культуру. На мой взгляд корпоративная культура это миф, потому что в одних подразделениях это одна культура, в других другая. И у меня совсем недавно сложилась такая картинка, как с этим работать. А до этого, вот пару слов о себе разрешите рассказать, я был занят исключительно практическими методиками в американском стиле, делай раз, делай два, вот тебе задание, делай именно так и получишь результат. В B2B продажи маркетинга с 95-го года, с 2001-го создал несколько бизнесов из совершенно разных сфер, они все были B2B, несколько онлайн-сервисов, написал 5 книг, получил 2 патента в Телекоме, создал несколько курсов, 8 из них вы узнаете, и все они были спроектированы как пошаговая методика для достижения результата. Я все, что делал, пытался сначала применить в своих бизнесах, потом это универсализировать, обобщить и предложить в качестве методик уже для наших клиентов. И вот, как я уже сказал, совсем недавно приезжал в Россию Дэйв Логан с автор книги «Лидеры племя», и у меня есть такое хобби, я люблю ходить на лекции авторов и брать у них автографы, коллекционирую книжки с автографами. Одних только зарубежных у меня где-то с десяток, русских десятков 5, наверное. И вот у меня сложился такой пазл в картине, как с этим работать. Вот, отвечая на вопрос «Зачем?», первое, это наверняка вы слышали такую фразу, что культура ест стратегию на завтрак. И что компании… Что это означает? Это означает, что если у вас слабая культура, то какие бы изменения вы бы не задумали, неважно в продажах, технологиях, продукте, бизнес-процессах, они всегда все умрут, потому что люди внедрят их либо не так, либо плохо, либо вообще не внедрят. И согласитесь, что компании с более сильными технологиями управленческими, бизнес-технологиями, они сожжут компании слабые. А корпоративная культура является одним из инструментов. Насколько это хороший или плохой инструмент, нам предстоит сегодня разобраться. Я с этим вопросом разбирался, как вы уже поняли, больше 20 лет. И только недавно у меня пазл сложился. Как жаль, что я раньше не натыкался на труда Эдуева Логана, лидеры племян. Соответственно, мне это нужно для того, чтобы использовать как одну из технологий, чтобы тратить меньше энергии на любые изменения. Вот, как верно Анна написала, хорошая основа для изменений. Совершенно верно. Более того, с хорошей корпоративной культурой у вас будет меньше текучка, легче удерживать людей, большая вовлеченность сотрудников, как следствие, выше КПД и производительность труда. Если есть чем дополнить, дополняйте. И попробуйте ответить на вопрос, давайте сейчас разберемся, а кому и когда нужно заниматься вопросом о корпоративной культуре. Если есть версия, напишите в чат. Я вам расскажу, наверное, о самом подходе Эдуева Логана к корпоративной культуре. А вы уже увидите довольно быстро, кому и когда. Смотрите, о чем говорит Эдуева Логан, лидеры племян. И это полностью отражает мое мировоззрение и мое понимание, как устроена жизнь. Вообще, в принципе, такого понятия, как корпоративная культура, не существует. Потому что есть микрокультуры внутри каждой организации, даже внутри каждого подразделения. И эти микрокультуры, они могут быть совершенно разные в разных частях компании. Разные люди в организации находятся на разном уровне развития. И существует такое понятие, как доминирующая культура. Она может быть разная в разных подразделениях. Поэтому говорить о единой культуре, наверное, не приходится. Что есть множество, может существовать несколько различных культур. Какая-то из них будет чаще встречаться. Вот именно, как правило, ту культуру, которая встречается чаще, их называют доминирующей. Давайте посмотрим, какие же это уровни культур в интерпретации авторов книги «Лидеры племя». Всего есть пять уровней племен. В книге такая интересная терминология используется, что это племена. Такие различные племена внутри одной организации. Первый уровень – это когда у представителя этого уровня практически нет никаких социальных связей. И он считает, что жизнь отстой. В оригинале это звучит «Life Sucks», кто знает английский «Жизнь отстой», перевели почему-то в книжке «Жизнь дерьмо». Но неважно. Хорошо, что этот уровень встречается крайне редко. Таких организаций всего лишь 2% и людей, которые работают. Тем не менее, в вашей организации вполне вероятно могут встречаться люди, которые находятся на этом уровне. То есть они такие отчужденные, коллектив их не принимает, они тоже особо туда не стремятся. И считают, что все вокруг очень плохо. Следующий уровень, он чуть получше, чем «Жизнь дерьмо», когда человек понимает, что это его жизнь дерьмо. Что это не все вокруг так плохо. Что он уже находится в коллективе, он уже не изгой. Он смотрит на коллег и видит, что у них нормальные отношения по работе, в семье есть в конце концов нормальные отношения. И машина у них получше, и квартира. И вроде как они выглядят вполне такими счастливыми ребятами. И он понимает, что это не вся жизнь отстой, а это именно его жизнь отстой. Именно почему-то, по каким-то причинам у него жизнь не получается. Следующий уровень – это индивидуализм. 80 лет подряд во всех книжках по менеджменту исповедуется культура, что я менеджер, я ответственный, я крутой. И связи на этом уровне, на третьем уровне – это отношение один ко многим. Когда есть я, я крутой, и при этом подразумевается, что остальные нет. Я начальник, ты дурак, мое мнение важнее – делай, как я сказал. И на этом уровне 49% компаний находится. На уровне разобченности – где-то приблизительно 25% компаний. А вот на третьем уровне уже подавляющее большинство – 49% компаний. И четвертый уровень – это когда человек уже осознает, что не только он крутой специалист, но и он допускает мысль, что остальные сотрудники команды – тоже крутые специалисты. И вот именно начиная с четвертого уровня начинаются все технологии Giles, Scrum и так далее, которые применяются в высокотехнологичных компаниях, где прямо в манифесте прописано, что люди важнее всего, люди – это основа, люди важнее регламентов. И появляются партнерства, мы крутые, появляются уже горизонтальные связи, люди лучше взаимодействуют друг с другом. К сожалению, у компаний четвертого уровня их всего 22%. Про пятый уровень рассказывать не буду. Это когда люди творят историю, и когда жизнь там прекрасна. Не буду по двум причинам. Первое, потому что этот уровень достаточно редкий, его всего 2%, потому что он нестабилен. Нужно действительно что-то такое выдающееся, чтобы люди были заняты какими-то выдающимися прорывными технологиями, творили историю. Поэтому сегодня мы в основном будем говорить о том, как переходить на третий, на четвертый уровень, и как удерживаться на четвертом. А вы пока подумайте, на каком уровне находится ваша компания. Кейс. А я пока расскажу несколько таких культурных зарисовок из жизни различных компаний. Первая и достаточно распространенная история – это когда компания находится в ручном управлении. не проконтролируешь, не получишь результат. И это замкнутый круг, что приходится выстраивать системы контроля, приходится смотреть пристально за тем, что делают исполнители, иначе результат не получается. Наверняка вы с такими компаниями сталкивались. И вот компания входит по кругу, и частенько бывает так, что руководители стонут. Вот у нас сотрудники безинициативные, все нужно проверять за ними, пристально следить. Довольно часто распространенная ситуация. Частный случай из этой ситуации, это возможно вы с такими встречались, потому что плохие, либо неудобные сотрудники. У одного из наших клиентов недавно была такая ситуация. Он крупно поругался с одним важным техническим специалистом. И надо было как-то выходить из ситуации, потому что весь бизнес мог бы встать. Это производственная компания, и этот важный специалист был на производстве. Когда на мой вопрос, собственно, почему, в чем причина того, что вы решили уволить этого специалиста, он говорит, что я не знаю, как к ним работать, на какой козе к нему подъезжать. Вечно он меня шантажирует, что говорит, что да я уволюсь, да я уволюсь. А при этом он косячит, и вообще он меня достал. В общем, я решил с ним расстаться. Я говорю, ну хорошо, ладно, а давайте спросим начальника производства на тему того, действительно ли это такой плохой специалист. Начинаем разбираться, и выясняется, что... И выясняется, что этого специалиста заменить пробовали, пробовали брать других специалистов, но работали они в несколько раз медленнее, с в два раза большим количеством ошибок. То есть выяснилось, что специалиста вроде как и не такой уж плохой, что пробовали заменять этого специалиста, и простой тупой замер показал, что остальные другие работают в три раза менее, и делают в два раза больше при этом ошибок. То есть сама по себе гипотеза и представление мира о том, что это плохой сотрудник, она не оправдалась. Вечно что-нибудь скажут, и руководители кажутся, что это не по делу. Вот это такой первый признак, первый звоночек того, что нужно смотреть и разбираться с корпоративной культурой. Как, я вам чуть попозже расскажу. Третий кейс. Делай, по-моему, я начальник, ты дурак. Буквально из недавних случаев. Это уже айтишная компания. И в этой айти-компании стояла техническая задача, которую один из технических специалистов, которому было поручено ее решить, не мог выполнить. А у руководителя этой компании, у него частенько проскальзывало в речи, что вот программисты, они все косячат, мы все знаем, что для того, чтобы работать программистами, нужно спрашивать у них про сроки умножать на два, и бюджет точно то же самое, и делают они все в последний момент. Ну, такой вот уровень коммуникации был. И когда не получалось что-то делать у технарей, то руководитель говорил, что да вот, этого у вас не хватает, технической квалификации. И когда требовалось больше аналитики, частенько терял терпение, ударял кулаком по столу и говорил, так, делаем вот таким образом. При этом он экономил время на аналитике и на обсуждении вопроса. В принципе, было не сильно принципиально, какой способ решения выбрать. Пусть даже и не самый оптимальный. Но в конечном итоге это привело к тому, что технический специалист написал заявление об уходе сам. То есть, если во втором кейсе у нас был неудобный и плохой сотрудник, по мнению руководителя, и он его уволил, и больших трудов стоило его удержать в конечном итоге, то в третьем кейсе, делай, по-моему, руководитель стукнул кулаком по столу, сказал, так, делаем вот так, вы меня достали, у вас, наверное, мало квалификации. И здесь уже вполне квалифицированный технический специалист написал заявление. О том, что я начальник дурак. Почему такое произошло, я вам чуть попозже расскажу. Причина, одна из причин, почему во втором случае, в третьем, дошло до чуть ли не личного конфликта между сотрудниками, это на самом деле коммуникация. Вот вспоминаем, каким образом звучит коммуникация, в чем разница между коммуникацией русской мамы и еврейской. Русская мама как говорит детям, вот вспомните себя, ты что, дурак, что ты лезешь туда, ну разве нормальные дети так делают? Ты вообще нормальный? Или, ну, понимаете, да, что мы говорим частенько, и это я часто наблюдаю такое, слышу от родителей других, когда они детям говорят, да и мои родители мне тоже так иногда говорили. В то время как коммуникация еврейской мамы, она совершенно другая. Это уровень коммуникации, ну как такой умный и талантливый ребенок мог сделать такую глупость? Чувствуете разницу? И это на самом деле разный, принципиально разный подход в уровне коммуникации. Смотрите, я начальник, ты дурак, это коммуникация третьего уровня, я крутой, я менеджер, ты нет, да, я крутой, я лучше знаю, у меня есть право стукнуть кулаком по столу и продавить решение, у тебя такого нет, и ты лишь можешь высказывать свои предложения в форме, опять же, совета, а я принимаю решение. А четвертый уровень, это то, что несмотря на то, что я менеджер, я там выше тебя рангом, я понимаю, что ты тоже крутой специалист. И твое мнение важное. И если у нас есть расхождение по какому-то вопросу, значит, наверное, вот этот конфликт нужно переводить, переименовывать, переименовывать слово конфликт в слово различие и искать в этих различиях какое-то конструктивное зерно. Поэтому, смотрите, попробуйте сейчас определить, на каком уровне находитесь вы и на каком уровне находится ваше подразделение, либо организация. Кто определился, напишите два плюсика в чат. Если не стесняетесь, то напишите две цифры. Первое, на каком вы, а второе, на каком уровне ваше подразделение. Да, ну вот Марина не захотела рассказывать, ну и ничего страшного. Главное, для себя попробуйте определиться. Это, на самом деле, важная история. То есть, смотрите, как определить уровень, на котором вы находитесь. На самом деле, уровень, он определяется тем, как коммуницируют сотрудники ваши. И поэтому можно вполне сделать выводы. То есть, если, например, все в жизни очень плохо, но это, я надеюсь, не ваш случай, потому что таких организаций всего 2%, вы это быстро поймете. Люди изгои, они не общаются вообще друг с другом. Дальше, второй уровень. Ну, моя жизнь дерьмо, меня начальник не ценит, вот, все очень плохо, и мы ничего с этим сделать не можем. Таких 25% организаций вполне вероятно, что... Большинство, кстати, производственных подразделений находятся на втором уровне. Дальше уже третий уровень. Я крутой. То есть, когда в коллективе сильно проявляется эго, что я вот такой красавчик, я там выполняю, перевыполняю планы, а вы нет, значит, я крутой, а вы как-то не очень. Часто вот такое, ну, не часто, а иногда вижу на стратсессиях, когда производственники говорят, да мы такие крутые, мы можем такие продукты классные делать. Вот, а это у нас отдел продаж плохой, он тормозит, мы загружены всего на 50%. Вот, продажники плохие, а мы крутые, мы вот можем что угодно делать. Потом продажники пику производственникам выступают и говорят, господа, да если бы не мы, тут бы вообще ничего не было, потому что вы производите такие штуки, которые у вас по себестоимости, получается, дороже, чем наши конкуренты в розницу продают. Если бы не мы, то вообще бы ничего не было, бизнес бы загнулся, да. И вот каждый на себя одеяло оттащит, что он крутой, и при этом вместе они почему-то вот, ну, работать по каким-то причинам не могут. Четвертый уровень, это когда есть полное доверие и отличное горизонтальное взаимодействие между различными подразделениями. Смотрите, вот вы поставили себе оценки, кстати, количество участников на этом вебинаре подтверждает мою гипотезу о том, что все думают, что корпоративная культура это такой вязкий и непонятный инструмент, и в малом бизнесе неприменим. Я вам сейчас расскажу про два ключа воздействия, вы все поймете полностью, но для начала давайте сделаем небольшую корректировочку. Вот вы оценки себе поставили. А теперь смотрите, экспресс-проверка, принадлежность это какой уровень? Вспоминаем пирамиду Маслов, да. И там, как вы видите, потребность принадлежности, там, любовь, дружба, общение, есть на третьем уровне. Если у вас, как вы думаете, принадлежность в разрезе пяти уровней организации Дэйву Логана, ведер и племя, автора книги, это какой уровень по Дэйву Логану? Смотрите, здесь у нас еда, вода, кровь, сон, личная безопасность, здоровье, стабильность. Если у вас эти уровни не закрыты у всех сотрудников, но значит вы максимум на втором уровне, но никак не на третьем. Вопрос. Принадлежность, потребность в любви, дружбе, общении, это на каком уровне? Как вы думаете? Давайте, не стесняйтесь. Две-три оценочки поставьте, пожалуйста. Пятый. Жизнь прекрасна. А еще какие варианты? Третий. Ага. Четвертый. Смотрите, друзья мои, моя версия, что потребность в принадлежности – это второй уровень. То есть, неудачники тоже, в общем-то, объединяются в группе. Это всего лишь второй уровень. Давайте, еще один вопрос. Экспресс-проверка. Ценности – это какой уровень? Ценности – это какой уровень? Вот, смотрите, у нас еда, вода, кровь, сон, личная безопасность, любовь, дружба, общение, потом потребность в уважении окружающих, самооценка. А ценности – это какой уровень? Потребность в уважении окружающих, самооценка – это третий уровень. Я вам так подсказку даю, о ценности какой. Третий, четвертый, пятый – разные версии. Ну, смотрите, давайте… Моя версия какая? Что потребность в самоуважении уже начинает возникать на втором уровне, иначе человек не может подняться на третий без самоуважения, чтобы стать крутым. А ценности – это между третьим и четвертым, потому что на третьем уровне тоже начинают появляться ценности, когда уже базовые потребности закрыты, и человек состоялся как специалист, и саморазвитие, самореализация у него происходит за счет внутренних ценностей. А вот четвертый уровень – это ценности командные, ценности команды. Поэтому даже пирамида масла – это всего лишь максимум четвертый уровень. И зачем, почему мне показалось интересным провести такую аналогию? И зачем? Для того, чтобы скорректировать вашу оценку уровня подразделения. То есть вам может казаться, что ваше подразделение, либо компания находится на, например, четвертом уровне, тогда как по факту оно находится на третьем. Может быть такая иллюзия. Поэтому у стартапов это еще тяжелая история. То есть если стартап недостаточно хорошо финансирован, если сотрудники не получают зарплату выше среднего по рынку, значительно выше среднего по рынку, то ваш уровень второй-третий, но никак не выше. И возникает вопрос, а как измерить вот этот уровень, на котором вы находитесь? Я вам могу такое упражнение дать, которое мы обычно даем на стратсессиях. И измеряем, насколько вы довольны. И здесь вы справа видите фотографию реального снимка. Проводили стратсессию и попросили оценить уровень командного взаимодействия. Понятно, что эти уровни не совпадали с уровнями и классификацией Дэйва Логана, потому что я это применял еще задолго до того, как сходил на обучение на тренинг Дэйва Логана. И можно путем закрытого голосования определить уровень взаимодействия в команде. Команда сама определяет, и мы делаем замер до начала стратегии и после. Согласитесь, дорогого стоит, что двое перепрыгивают на следующий уровень развития. Это вполне рабочий инструмент для измерения, изменилась культура что-то, изменилось взаимодействие внутри команды или нет. Давайте я вам расскажу про некоторые выводы, которые я сделал из этой технологии. Потом пойдем дальше к вопросу, как воздействовать и как менять. Важно понимать, что такие мини-инсайты, что невозможно прыгнуть сразу на два уровня вверх. Это исключительно эволюционная модель. То есть сначала вы не можете человека с уровня «моя жизнь дерьмо» вытащить на уровень «мы команда». Сначала ему нужно повысить самооценку, чтобы он почувствовал, что он крутой специалист. И только после этого, когда он натешится со своим эго, его можно подвести к мысли, что не только он крутой специалист, но и другие тоже крутые специалисты из «Местик», они «команда». Дэйву задавали вопрос, когда он был в Москве, а какой минимальный срок, то есть сколько времени нужно. По моим ощущениям, с уровня на уровень это 6 месяцев. Но Дэйв сказал, что в принципе, если задаться целью всем все объяснить, и конкретно тащить туда людей, как, чуть-чуть попозже поговорим, то минимальный срок перехода с одного уровня на другой – это 21 день, 3 недели. После этого нужно 2-3 месяца на стабилизацию, и потом можно делать еще один переход. Это очень оптимистично. Это лучшие показатели, которые только могут быть. Дальше. Хорошие лидеры занимаются тем, что вытягивают свои времена, свои подразделения на следующий уровень, хотя бы на плодин. И здесь интересный инсайд тоже такой был, что не можешь изменить человека, например, он на первом или на втором уровне болтается, и никак не может с первого на второй, либо со второго на третий перейти. Вот если вы видите, что есть один кто-то в коллективе, в вашем племени, который не дотягивает до уровня племени, и вы понимаете, что вы его никак не измените, то лучше его уволить. Вот тащите-тащите, он не тащится. Лучше замените человека. Дальше. Вы можете быть сами, как руководитель, на четвертом уровне. Вот вспоминая кейсы, которые я вам говорил, второй-третий, когда руководитель говорит, да вы, блин, не умехи, вы делаете все через одно место, а у вас руки растут не оттуда. Или, да что ты за специалист такой, что не можешь победить эту железяку. Да, блин, у тебя, наверное, квалификации не хватает. Давай мы нормального найдем, для этого уволим, заменим или перепоручим. Это язык коммуникации третьего уровня. Человек знает, что он сам по себе крутой руководитель, он справится с этой задачей, по крайней мере, заменой исполнителя. Это единственный его инструмент. Он другими категориями не мыслит. Поэтому, на самом деле, вот это нужно фильтровать. Я попозже об этом тоже останавливаюсь на этом моменте. Но важно, независимо от того, на каком уровне вы находитесь, важно, во-первых, понимать язык племени, а во-вторых, говорить на нем. Потому что, если вы будете воздействовать на человека, который находится на втором уровне с четвертого, и говорит, да мы команда, да давай с нами, да все получится у тебя, дружище, у нас все получится. Он скажет, какая команда? Вы что вообще? Жизнь отстой. Нет никакой команды. Он вас просто тупо не поймет. Поэтому это исключительно эволюционная модель. И вы, человека со второго уровня, у него и коммуникация с ним должна быть соответствующая. Что я в тебя верю, в тебе огромный потенциал, давай развивайся. Его нужно дотащить до того уровня, когда он увидит результаты. И тогда он поверит, тогда он придет на третий, тогда можно с ним разговаривать на языке четвертого уровня. Важно, но я об этом уже остановился, фильтровать в себе третий уровень. Это уровень большинства русских мам, которые говорят, да ты что, дурак что ли? Да нормальные дети так не делают. Ты что, дебил? Ну разве так можно делать вообще, да? И включать четвертый уровень. Вспоминайте всегда вот этот совет, еврейская мама. Надо говорить, ну как такие умные, талантливые, образованные, перспективные люди могли такую глупость сморозить, такую фигню сделать вообще? Ну это же вас недостойно, друзья. Ну что вы. Да. Вот это четвертый уровень. Это нормально. А третий, третий, он подавляет людей. И если на специалистов четвертого, третьего уровня воздействовать коммуникации третьего уровня, то они будут, там два вероятных исхода. Первое. Они действительно перейдут с третьего уровня на второй. Жизнь дерьмо. Моя жизнь дерьмо. Меня начальник не ценит. Вот. Я хороший специалист. Ну он-то знаешь, что он хороший специалист. А если он носом постоянно тыкать, да вот у тебя косяк, вот у тебя косяк. Ты вообще плохой специалист. То рано или поздно он поверит в то, что он плохой специалист. И скатится с третьего на второй уровень. Зачем вам это нужно? Поэтому фильтруйте, фильтруйте в себе коммуникацию с третьего уровня. Это всех тащат вниз. А крутые специалисты, востребованные на рынке, да, они чаще голосуют ногами, пишут заявление и уходят. Одна из причин высокой текучки. И самое сложное, это перетащить людей с третьего на четвертый уровень. Потому что на четвертом уровне появляется такое понятие, как общие ценности. С ними, с их, вот одно дело выявить ценности человека и как-то там, видимо, управлять. Другое дело, это подвести ценности к общему взглянтелю. И плюс вводится такое понятие, как постоянный триад. Это отношение внутри коллектива. Но я сейчас об этом рассказывать не буду, потому что это довольно много времени занимает. Кому интересно, то обращайтесь к оригиналу книга «Лидеры племени» Дэйва Логана. Отличный книг, на мой взгляд. Там много инструментов дается. Я вам расскажу про два основных ключа воздействия. Почему два плюс два? Потому что два из них это люди, а два это вполне технологии. Давайте сначала о технологиях. Как людей с первого, второго уровня дотолкать до уровня «Я крутой». С первым уровнем, в принципе, все, в общем-то, понятно. Их нужно вовлекать в коллектив, делать так, чтобы они общались больше с другими сотрудниками и не чувствовали себя изгоями. Второй уровень, дотолкать до третьего, тоже, в принципе, несложно. Ваша задача сделать так, чтобы у людей появился результат. Как только у них есть результат, как только они выполняют и перевыполняют план, как только вы говорите, что «Я доволен твоей работой, ты ценный, хороший сотрудник, тебе есть огромный потенциал», он сразу переходит из разряда «Моя жизнь дерьмо», «Я хороший специалист», «Я крутой». И дополнительный инструмент, который касается людей, тут к переходу со второго на третий, это как раз-таки то, что нельзя ни в коем случае на людей воздействовать из парадигмы «Русская мама». «Да ты что, дурак? Да разве так делают? Да опять ты вляпался? Да, вот куда тебя понесло? Ну, давай показывай, что там есть». Это недоверие к экспертному уровню, и люди частенько не выходят на третий из-за уровня коммуникации, что вы неправильно с ними общаетесь, и сами, мы как руководители, иногда душим самооценку наших сотрудников. Это плохо. Поэтому самый главный инструмент перехода со второго на третий – это сделать так, чтобы у человека был результат. Это обучение. Вы учите. Здесь совершенно четко можно исходить из парадигмы «Я начальник, ты дурак», «Вот тебе способ решения», «Твоя задача сделать столько-то звонков», «Вот тебе скрипт», «Вот тебе полностью технология работает», «Дай мне результат». То же самое на производстве. Вполне отлично работает коммуникация третьего уровня для того, чтобы у человека получился результат. Дальше. Самый главный инструмент – перетаскивание уже людей с третьего на четвертый уровень. Понятно, что здесь на одного человека воздействовать невозможно. Потому что, вот представьте, допустим, вы вышли на третий уровень, у вас есть уже куча крутых специалистов, которые обладают достаточно высокой самооценкой и считают себя хорошими экспертами в своем деле, хорошими специалистами, хорошими мастерами. И тут уже ваша задача наладить общение между ними. И это очень сложно бывает, поскольку у людей есть эго, и эго надо тешить. Им приятно от той мысли, что они крутые, а остальные нет. И здесь самый главный ключ воздействия – это вовлечение. Это совместная деятельность и выстраивание триад. Но выстраивание триад – это уже дополнительный инструмент. Про вовлечение тоже сегодня поговорим. Я расскажу, как мы, по крайней мере, это делаем. Как мерить, вы уже видели. Более подробно, конечно, на этом инструментарий не исчерпывается. Инструментарий намного более широкий. И, как я уже сказал, кто хочет получить более широкий инструментарий, читайте книжку «Лидеры племя». Если же у вас стоит конкретная задача по повышению вашего уровня, то эта задача вполне решается. Теми же самыми двумя способами, про которые я вам рассказывал. Обучение и вовлечение. Сейчас на них чуть поподробнее остановимся. Во-первых, еще раз хочу повториться, что вы можете измерить, и это отличное упражнение для стратегии, уровень текущего взаимодействия. Он не совпадает с классификацией «Лидеры племя» и делается путем закрытого голосования. Люди оценивают работу в команде. И чем больше вы таких совместных рабочих сессий с сотрудниками разных подразделений будете делать, тем выше будет доверие к членам команды и большая вероятность, что люди будут переходить с третьего на четвертый уровень. Опять же, то, что я наблюдаю, вполне коррелирует с утверждением, что на одной харизме далеко не уедешь, и что время суперменеджера прошло. Но уже я сомневаюсь в том, что остаются какие-то бизнесы, где приходит один руководитель и на себе вытаскивает весь бизнес, или бизнес делает какой-то значимый рывок. Я больше, наверное, евангелист теории о том, что все-таки работают команды. Какой бы, что бы в книжках не писали в прессе, что вот этот вот крутой руководитель, он там вытащил весь бизнес и добился супер-супер результата. Ничего подобного. Мне кажется, за этим руководителем всегда стоят команды. И команды это, скорее всего, четвертого уровня. Согласитесь, команда четвертого уровня всегда уделает конкурента с командой третьего уровня. Поэтому, на мой взгляд, время суперменеджеров прошло, и сейчас наступает время команд, и задача трансформировать не только бизнес, но и трансформировать топ-команду. Если вам интересно о моем видении, каким образом можно трансформировать бизнес, я сейчас не буду перечислять все эти пункты, которые вы видите на экране, и привести его к этим показателям, то в конце расскажу, где можно получить видеозапись трансформации бизнеса за 60 дней. Сейчас давайте к вопросу, как перейти со второго на третий, и с третьего на четвертый. Со второго на третий довольно просто. Чтобы у людей получился результат, их нужно обучать. Для обучения, разумеется, я как основатель компании B2B, рекомендую вам использовать наши курсы. У нас есть и бесплатные курсы, и платные. Бесплатные находятся в меню тренинги бесплатно. Конечно, самостоятельно вы можете приобрести для разных сотрудников курсы, которые находятся в меню онлайн-тренинге. И давайте... Но единственное, что понятно, что один руководитель это все не потянет, по крайней мере, в разумное время. Поэтому я рекомендую распараллеливать, что для уровня директора первого лица, владельца или коммерческого, а у нас есть прекрасный курс организации работы отдела продаж системы подходов. Для уровня РОПа профессиональное управление отделом продаж золотые стандарты. Для менеджеров по продажам есть онлайн-тренинг спецназ-продаж и 18 скриптов продаж. Это и для РОПа, и для менеджеров по продажам. Есть шикарные технологии по найму менеджеров. Три системы найма подбора персонала, HR-стопилот. Есть для маркетологов коммерческих и тех, кто занимается сайтом, иногда это директор и первое лицо, как заставить сайт продавать. Все именно для руководителей топ-уровня, для того, чтобы они могли поставить правильную задачу интернет-специалистов. Но и как бы потом в итоге, если вы работаете на больших рынках, то есть шикарный курс удаленный отдел продаж. Рекламная пауза закончена. Давайте сейчас я вам покажу, как можно еще больше распараллелировать. Смотрите, берем курс, например. На примере курса спецназ-продаж. В курсе спецназ-продаж есть 21 видео, 21 видео-тренинг. Каждый видео-тренинг занимает от 15 минут до полутора часов, в среднем, наверное, минут 40-60. И вот совсем недавно для одного из наших клиентов, которому мы строим второй отдел продаж, как-нибудь проведу отдельный вебинар про построение второго отдела продаж. Два отдела продаж лучше, чем один. Вы не удивитесь, отдел продаж из 8 человек приносит меньше денег, чем два отдела продаж 4 плюс 4. 4 плюс 4 всегда больше, чем 8. Поэтому смотрите, каким образом можно быстро впитать в отдел продаж необходимые знания. Делается это очень просто. С одной стороны, можно было бы каждому менеджеру поручить прохождение каждого из этих 21 видео-тренинга. Но это бы заняло много времени и, скорее всего, знания не так хорошо бы усвоились. Поэтому берем технологию книжного клуба и внедряем в отдел продаж. Что это означает? Допустим, у нас есть 4 в вашем отделе продаж, 4 менеджера продажа. Мы им говорим, господа, ваша задача один раз в неделю по пятницам, к примеру, с 16.30 до 18.00 собираться и делать 4 доклада о том, какой видео-тренинг вы изучили на этой неделе. То есть, каждый менеджер по продажам изучает какой-то один видео-тренинг из 21 и в конце недели делится с коллегами. Делится с коллегами он по следующему сценарию. Сначала он ставит оценку, насколько это интересно, как в школе 1.5, насколько это применимо и рассказывает основные тезисы, о чем курсы, что конкретно можно применять именно для вашего бизнеса в работе. Остальные, естественно, его слушают. И таким образом, за одну неделю компания все самое ценное берет из 4 уроков. То есть, вот смотрите, запланирован он пятница, 15 декабря. И здесь вы видите просто 3 менеджера. Ну, если бы я 4 показал, вам было бы слишком мелко. Вот. Это разные курсы должны быть, разные. И таким образом, компания за 3-4 недели может все, ну, не все, а наиболее значимую информацию из всего большого разнообразия из 21 видео тренинга внедрить. То же самое и с другими курсами. Вы можете совершенно спокойно воспользоваться нашим предложением бизнес-апгрейд. Сейчас мы подняли специальную страничку на сайте www.extra-ros.ru и можно получить 7 систем для бизнес-апгрейда с огромной скидкой. Это стоит больше, чем в 2 раза дешевле по сравнению с нашей обычной ценой. Дальше. Следующий момент. На самом деле, для того, чтобы перейти со 2-го на 3-й уровень, чтобы у людей получился результат, для этого достаточно обучения. Вы даете людям курс, вы смотрите, как они его проходят, в конце каждого видео тренинга есть задание, контролируете выполнение заданий, там очень четко есть форма отчетная, которая является документом, который нужно внедрять в вашем бизнесе, и вы можете поконтролировать на уровне есть документ, нет документа. А потом стоит уже следующая задача, как с 3-го на 4-й перейти. И здесь уже сложнее, здесь уже нужно вовлекать людей в совместную деятельность, я даже придумал специальную концепцию 5-п, то же самое 4-п, 1-к, какие-то п, это планы, продукт, процессы, продажи. И 1-к это одна культура, культура, которая у вас есть, на культуру тоже нужно воздействовать. И достигается это через концепцию УЖД, участие, желание, действие. Вы людей, если у вас текущая парадигма, это пристальный надзор, ручное управление, то вам нужно уходить от ручного управления. Ручное управление это второй, максимум, третий уровень. Выше не прыгнишь, вам нужно отказываться от идеи ручного управления, и переход этот делается через вовлечение людей в совместное проектирование планов, совместное проектирование стратегии достижения этих планов. То есть не только что мы делаем, но и как мы это делаем. То есть планирование, чтобы люди друг с другом больше общались и договаривались. И тогда у вас может произойти переход с третьего на четвертый уровень. Как раз таки для меня было удивлением, что мой типичный сценарий проведения стратсессии это когда мы собираемся все вместе и за один день разбираем плюсы-минусы, барьеры, ключевые факторы успеха, предпосылки, которые смогут привести нашу компанию к светлому будущему, формулирование общего видения целей, куда мы идем, за счет чего достижение этой цели возможно проверка привлекательности рыночного предложения, формализация бизнес-процессов и оптимизация работы отдела продаж. Я пытался просто разложить этот сценарий на то, каким образом этот сценарий полезен либо не полезен для компаний второго, третьего, четвертого уровня и пришел к выводу, что как ни странно настолько удачная концепция получилась, что она одинаково хорошо воздействует и на второй, и на третий, и на четвертый уровень. Для тех из вас, кто заинтересуется, кто захочет заказать стратегию именно у меня, я вам подарю еще три наших видеокурса в подарок. Опять же, я вам расскажу потом, как вы можете самостоятельно научиться проводить в процессии, чуть попозже. Но я сейчас всего лишь хочу вам показать, почему нужно людей вовлекать. На самом деле, когда мы людей обучаем, мы у них формируем картину, что нужно делать, то есть, что можно сделать, но они почему-то не всегда это делают, не всегда внедряют. Вы наверняка с этим сталкивались. Почему такое происходит? Да потому, что помимо понятности, помимо системы мотивации вдохновляет, еще есть такой параметр, как реалистичность. Когда вы говорите человеку, дружище, увеличь продажу в пять раз, и тогда я тебе подарю путевку на Мальдивы, на двоих. Понятно, что надо сделать? Да, понятно. Понятно, как? В принципе, понятно, надо больше работать и умнее. Вдохновляет ли это? Да, вдохновляет. Ну, а что бы не съездить на Мальдивы? А вот вопрос, а реалистично ли это? И это уже большая проблема. Реалистичность здесь под вопросом. Поэтому, когда цель общих собраний, цель проведения стратегии, рабочих сессий, это работа со всеми тремя параметрами. Чтобы было понятно, кто, что, как, и какие сроки делает, чтобы это было реалистично, и если это не реалистично, то нужно разбираться, почему одни люди поставили реалистичность единицу, а другие пятерку. В чем разница и что нужно сделать для того, чтобы реалистичность повысить до десятки. То есть, знаете, нет никаких проблем ни у кого поставить амбициозные планы. Например, повысить продажи в 10 раз. Амбициозно? Амбициозно. реалистично? Ну, наверное, нет. Ну, точнее, не для всех. И вот как раз-таки для того, чтобы оценить уровень приятия ваших целей, есть такой инструмент, который вы видите сейчас на экране. Я его часто применяю для работы и в супервизиях, и и на стратсессиях, и в ретроспективах. Называется дот-голосование, это когда выдаются кружочки, люди быстренько оценивают тот либо иной параметр. И с этим уже можно работать и повышать повлеченность. Узнать больше про стратегические сессии, как их проводить, вы можете на сайте B2BBasis в меню, в левом меню тренинги бесплатно, тут плохо видно, поэтому я проговорю, как найти цели и замотивировать команду. Если интересно, то, пожалуйста, ссылочку скидываю, либо через меню тренинги бесплатно. Сейчас скажу, уже забыл, как она называет. меню тренинги бесплатно, как найти цели и замотивировать команду. А для тех, кто здесь присутствует, мы пришлем вам запрос на обратную связь, что вам было полезно из этого вебинара. И если вы успеете написать вовремя, то подарим вам две видеозаписи трансформации бизнеса и отдела продаж за 60 дней. Это нужно для чего? Для того, чтобы придти в бизнес машину, выдвинуть бизнес и начать делать бизнес-адгрейд. Продолжение бизнес-процессов, оптимизация в рамке отдела продаж за 11 дней. Это как раз-таки вторая видеозапись для того, чтобы закрепить людей на третьем уровне, чтобы они почувствовали себя профессионалами. Если вас заинтересовал бизнес-апгрейд в целом, то заходите на сайт www.extra-ros.ru выбирайте подходящий пакет бизнес-апгрейда. Там есть стандартный пакет бизнес только для он включает в себя 7 систем, которые вы распределите по сотрудникам каждой системы. Стоит где-то из 10-ти мини-видеотренингов с длительностью предельно по часу. И распределив эти тренинги между сотрудниками, вы сможете довольно быстро получить более системный бизнес и развить в людях уверенность в том, что они профессионалы. А потом, когда у вас уже назреет необходимость перехода с 3-го уровня на 4-й, то сильно рекомендую проводить специфические сессии. О том, как это проводить, вы можете узнать из бесплатного курса «Как поставить цели замотивировать команду». Либо я могу вам помочь пишите, добавляйте меня в фейсбуке, звоните, могу приехать к вам и провести индивидуальную стратегическую сессию, провести вас по как раз таки авторской технологии 4П1К. А именно планы, продукт, бизнес-процессы, процессы, продажи, ну и культура, разумеется. На этом, дорогие друзья, все. Если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу. Спасибо за то время, которое вы нашли, за которые вы нашли для посещения сегодняшнего радиозаписи. Всего доброго! таки, наьян Cheата, Субтитры подогнал «Симон»